В одну восьмую финала. На татаме Гагаев, представитель Москвы, и Типкаев, представитель Северо-Кавказского федерального округа. Подхват изнутри делает Типкаев, причем четко так заходит. При имении, ну, он имеет свой захват. Здорово забирает. А вот как-то Гагаев допускает поработать, ему дать. Видимо, рассчитаны на победителей в каждой встрече. Только лишь победы, яркие победы, являются самым основным доказательством зрелищности вида и четкости их работы и исполнения со стороны спортсменов. Да, много изменений сделано по проведению соревнований. Часто исход встречи будет определяется по результату. Бросок через спину. Оценка Юка. По результату замечаний. Но, тем не менее, никто субъективно в данной ситуации не действует. Потому что если, кроме судейской бригады, просмотровые арбитры, есть главный суд. Бросок через спину с колен пробовал делать сейчас. Цуканов из Санкт-Петербурга не смог. Ахас Пладов ведет Юка. Ну, одинаковая техника у ребят. Только за исключением. Один делает бросок через спину с рукавом, а другой бросок с колен. Поактивнее посчитал все-таки арбитр, что отработал какую-то часть времени представителя Санкт-Петербурга. Ну, может быть, в четкости атаки он это увидел. Более четко атаки, чем у соперника. Ну, вот еще хороший подхват изнутри Юка или Вазария. Ну, Юку дает арбитр. Шансы уже не просто сравниваются, а Цуканов уже ведет. Потому что Юка на Юка будет. Размен оценок был со стороны одного и другого спортсмена. Даже Вазария. Все-таки Вазария дает, представители, Санкт-Петербурга. Ну, и замечание получилось Хас Пладов. Несмотря на свой высокий рост, у Цуканова такой быстрый вход на бросок с колен. Ну, вот и комбинация хорошая, достаточно хорошая. Он делает и подхват, и делает бросок с колен. Замечание дает за... Уклонение при выборе захвата Цуканова. Ну, не влияет это никаким образом на исход поединка. Но вот здесь фальш-атака была в свое исполнение. Накажет ли сразу арбитр или нет? Нет. Не дается что-то. Хотя никаких фальшивых атак не должно быть вообще. Борьба должна быть активной с обеих сторон. И стремление победить в каждом поединке. Бросок с колен пробовал делать Цуканов. Вот так. Дистанцируется он в захвате. И тут же начинает атаки. Минута и семь секунд до конца. Арбитр все-таки опережает своего соперника спортсмен в белом кимоно Цуканов. И вот поросок с колен пробовал делать. Подушающий прием проводит к обскладу. Нет захвата никакого четкого для исполнения этого приема. И арбитр поднимает спортсмена в стойку. Нет сейчас понимания в судейской практике, в первую очередь, определения стойка парта. Если после стойки идет непрерывное действие, идет динамика, положение, ну, не лазанное, это называется на японском, положение лежа, то действие динамично продолжается, и арбитр дает проработать вариант выхода на удержание, или болевое прием, или удушающее. Если действия никакого нет в положении лежа, соответственно, арбитр поднимает спортсмена для того, чтобы они продолжили поединок в стойке. 24 секунды до конца. В Азаре приведет представитель Санкт-Петербурга. В Азаре впротив Юка. И есть еще и Шида, оба спортсмена. Вот в данной ситуации тоже может все дадать, потому что вниз ползает он и фактически уклоняется от борьбы. Ну, посчитал арбитр, что не было никакого пассива. Не совсем четко исполняет прием спортсмен в синем кимоно, но вот на арбитр повлиял, он дает третье Шида. А четвертое это дисквалификация. Ну, за пять секунд такого практически не происходит никогда, с исключением, когда соперник начинает убегать, просто убегать от борьбы. Ну, в данный момент он просто уклонялся и пробовал провести бросок с колен, что было уже по окончанию этих пяти секунд. Поздравляем спортсмена Цукановой Санкт-Петербурга с тем, что он вышел в следующий круг соревнований и будет бороться с Тепкаевым, который мы видели чуть раньше. Тепкаев обладатель такого мощного, молниеносного подхвата. Посмотрим будет, как будут складываться следующие поединки у этих ребят.